Морская капуста Морская капуста, ламинария, это морская водоросль из класса бурых водорослей, которая является съедобной и обладает множеством ценных свойств. Имеет множество видов, которые различаются в зависимости от состава и температуры морской воды, места происхождения, наличия солнечного света. Выброшенные на берег водоросли из бурых под воздействием солнечных лучей в течение суток становятся темно-зелеными и пригодными для употребления в пищу. Состав В состав морской капусты входит полноценный белок, содержащий практически все известные аминокислоты, включая незаменимые. Один из важнейших элементов состава – это йод в органической связанной форме, пригодный для восполнения едодефицита в организме. Также в водорослях присутствуют витамины АС, Е и Д, витамины группы В, хром, натрий, кальций, фосфор и многое другое. Состав также богат альгинатами, этими природными абсорбентами, которые связывают и выводят из организма тяжелые металлы и плохой холестерин. В ламинарии содержится множество пищевых растительных волокон в растворимой форме, которые облегчают деятельность желудочно-кишечного тракта. Полезные свойства Порошок сухой морской капусты применяют в качестве мягкого, безопасного, слабительного, не вызывающего привыкания. Достаточно залить ложку порошка половиной стакана воды, оставить на ночь и утром выпить натощак. Полезные свойства морской капусты обусловлены наличием в составе йода и фосфора. Она улучшает работу центральной нервной системы, повышает иммунитет, усиливает физическую и умственную активность. Если регулярно принимать порошок морской капусты, можно предотвратить появление стрессовых состояний, бессонницы и депрессии. Кроме чисто лечебных свойств, обладает и другими считается сильным афродизиаком. Используется при лечении различных половых расстройств, а также бесплодия. Противопоказания При всей пользе морской капусты, к ее применению существует немало противопоказаний. В первую очередь это заболевания, связанные с непереносимостью йода. Также с осторожностью следует употреблять морскую капусту при беременности. Склонности к аллергиям, заболеваниях почек, нефрозе и нефрите, туберкулезе. Употребляется в пищу в различных видах – свежей, сушеной, маринованной, консервированной. Из нее делают салаты, варят супы, добавляют в качестве гарнира к мясу или рыбе.